Страх, уныние, депрессия, отсутствие жизненных ориентиров, болезни. Все может выглядеть так, как будто каждый прожитый день это движение вниз, словно вы приближаетесь к смерти. Бог приготовил для вас жизнь, полную радости, мира, исцеления. Благодаря Божьему Слову, всякий человек может остановиться на пути вниз, развернуться и начать свое восхождение с Иисусом в победе. Сегодня вместе с пастором Тошеновым Максимом сделайте Слово Божье основанием для восхождения к жизни. Дорогие друзья, здравствуйте! Я Тошенов Максим и это программа «Силы в Слово». От самого сердца я обращаюсь к каждому драгоценному партнеру первого христианского спутникового телеканала СНЛ. Бог да благословит вас. Ваш труд, он очень важен. Ваши даяния очень важны. Я обращаюсь ко всем тем драгоценным людям, которые смотрят наши программы, смотрят вещания этого телеканала. Возможно, Бог касается вашего сердца, чтобы и вы стали партнером в этом очень важном служении. Этот труд очень важен, он благословен, поскольку Евангелие должно распространиться до края земли. И вы, драгоценные наши партнеры, кто своими молитвами, своими финансами поддерживает это служение, вы особо благословены в очах Господа. Поэтому, дорогой Господь, я прошу, чтобы твое могущественное благословение коснулось каждого из них, чтобы они имели преуспевание, рост в своем служении, в своем партнерстве. Бог да благословит вас. Итак, дорогие друзья, я очень рад этой нашей встрече, поскольку мы сегодня будем разбирать Священное Писание, учиться из Божьего Слова. Мы учимся в вере, мы учимся исповеданию, мы учимся драгоценным урокам, которые нам дает Бог. Бог желает, чтобы каждый человек был научен, научен в вере, научен следовать за Господом. Команда нашего служения подготавливает серию программ специально для тех людей, которым диагностировали рак, либо гепатит, либо еще какое-то другое сложное заболевание, которое, возможно, трудно поддается лечению. Я бы хотел, чтобы мы сейчас совершили молитву, поскольку серия программ, которые последуют вслед за этой программой, будет посвящена особой категории людей. И мы назвали эту серию программ «От могилы до триумфа». И, возможно, название звучит как-то пафосно, но это именно то состояние, которое я пережил три года назад, когда мне диагностировали рак. И я хочу сегодня делиться, начиная с этого служения, начиная с этой программы, я бы хотел делиться пошагово с вами, драгоценные телезрители, с теми, кто проходит эти сложные периоды в своей жизни, что я предпринимал для того, чтобы вырваться вот из того страшного состояния, в котором мы оказались. Сегодня, спустя три года, три года после тех страшных событий, которые обрушились на нашу семью, оценивая то, о чем я думал, оценивая те новости, которые врывались одна за одной в нашу семью, оценивая наше состояние, я как бы подвожу итог и хочу послужить тем драгоценным людям, кто сегодня находится в отчаянной ситуации, в страхе, подавленной и разбитой. Я знаю, что вы испытываете, я знаю, через что вы проходите. И я хочу делиться вот тем драгоценным опытом, который получила наша семья, следуя за Господом на основании записанного Божьего Слова, и быть полезным для вас, чтобы и вы могли вырваться вот из того страшного, жуткого состояния, в котором, возможно, вы сегодня находитесь. Поэтому я хочу помолиться, особую молитву за это драгоценных людей. Если нас сейчас слушают люди, которым диагностировали рак, если это уже последняя стадия, как говорят врачи, если это неизлечимое заболевание, возможно, другое какое-то заболевание, но по сути дьявол всегда действует одним и тем же образом в жизни огромного количества людей. Поэтому нет ничего нового в том, что вы проходите. И я хочу сразу вселить надежду в ваше сердце, все возможно исправить. И поэтому моя молитва о вас. Дорогой Господь, я молюсь сегодня за каждого драгоценного человека, кто слушает нас. И я прошу, я прошу благословения, я прошу твой мир и я прошу твой дух веры. Я также прошу, дух премудрости и откровения сегодня работать с каждым сердцем, с каждым человеком, чтобы те драгоценные истины, которые Божий Дух открывает сегодня нам, глубоко вошли бы в наше сердце, обновили бы наш разум и полностью преобразили бы наше тело. Во имя Господа Иисуса Христа. Бог благослови, благослови. И пусть эта серия программ послужит огромной помощью для всех тех, кто нуждается в этой помощи. Аминь. Итак, мы начинаем эти программы. И для того, чтобы быть полезным для вас, я хочу просто пройти с самого начала. От того момента, когда я впервые услышал диагноз, когда врачи поставили этот диагноз, что я испытывал в своем сердце. И что испытывают сегодня огромное количество людей, которым ставят такой же, как говорят врачи, неутешительный приговор. Я расскажу о том, что происходило внутри меня. Я расскажу о тех страхах, с которыми мне приходилось сталкиваться. Я расскажу, возможно, о тех ошибках, которые я допустил в своей жизни, и которых можно было бы избежать. Название нашей программы не случайно. От могилы до триумфа. Восхождение. Бог желает, чтобы каждый человек, кто сегодня испытывает мучительный страх, вошел бы на ту высоту в своей жизни, которую Бог определил для каждого верующего человека в Иисусе Христе. Итак, если вы присоединились к нам сегодня в нашей программе, возьмите Библию, возьмите листок бумаги, возьмите ручку, чтобы записывать те драгоценные истины, которые помогут вам избавиться из того страшного состояния, вырваться из того страшного состояния, в котором вы пребываете. Приблизительно где-то, наверное, за четыре года до того, как мне диагностировали рак, поскольку я являюсь пастором уже долгое время, то в моей жизни были встречи с пророками, были встречи с учителями, были встречи с людьми, которые возлагали на меня руки и молились. И удивительно, что раз за разом, периодически, когда они возлагали на меня руки, они молились, из их уст, из уст разных служителей, которые очень часто между собой не были знакомы, они говорили мне одну и ту же фразу, будь приготовленным, приготовься. И тогда я не мог понять, к чему я должен приготовиться, как я должен приготовиться. Было сложно разобраться, это спустя, уже сейчас, спустя три года после рака, оценивая мою жизнь, оценивая те события и тех людей, которые были в моей жизни на том жизненном этапе, я могу знать, к чему мне нужно было готовиться, как готовиться, и что это значит быть приготовленным. Как и большинство людей, которые сегодня посещают церковь, и, возможно, какое-то количество служителей, пасторов церкви, по сути, люди, они, не готовы. Когда я впервые услышал это, рак, когда я впервые услышал диагноз, я для себя сделал следующий вывод, я не готов. Да, и трудно, наверное, сегодня представить человека, которому бы, который попал бы в подобную ситуацию, мог бы с твердостью сказать, я был приготовлен к этому. Большинство верующих людей сегодня, будь то пасторы, служители, даже пасторы и служители, и просто рядовые члены церкви, они не готовы. Не то, чтобы они не готовы к суду, не то, чтобы они не готовы к встрече с Богом, они попросту не готовы к тем вызовам, которые возникают на их жизненном пути. Они не знают, как с этим справляться. То есть, ведя, скажем так, среднестатистическую, номинальную христианскую жизнь, которая, в принципе, заключается лишь только в следующем, немного почитать Библию, прийти на воскресное богослужение, и люди называют это жизнью верой. Вот. Быть приготовленным, это значит стоять твердо. Быть приготовленным, это значит уметь правильно справляться с теми штормами, которые врываются в нашу жизнь, и, как говорит Писание, все преодолевше устоять. Если вы сегодня боитесь, если вы сегодня раздавлены морально, психологически, если сегодня этот диагноз, он словно кувалда, просто глушит вас, он приносит страх, он приносит мучения, вы дезориентированы, вы не знаете, как поступить, вот именно это состояние, оно и показывает, что вы не готовы. Вы не подготовлены, то есть вы не знаете, как с этим сражаться. Замечательный служитель, замечательный муж Божий, Кейт Батлер, однажды, будучи в гостях на передаче «Победносный голос верующего», в гостях у Кента Коплэнда, он сказал такую интересную фразу. Построить дом во время шторма очень сложно. И когда диагноз прозвучал для меня, когда эта плохая новость впервые ворвалась в нашу семью, мы оказались посреди шторма. И то, о чем учит нас Писание, как себя вести, мы не вели себя подобным образом, поскольку мы не были научены в вере, мы были номинальными верующими. Мы были людьми, которые читают время от времени Писания, ведут молитвенную жизнь, но именно тот шторм он как раз и показал. Мы не были готовы. Именно об этом говорил Иисус, когда говорил, что Царство Божье подобно человеку, который копал, углубился и положил свое основание на скале и поднял свой дом. И потом, когда случилось наводнение, когда пришла вода, давление, дом тот устоял. Большинство людей, и мы были в том числе, в числе таких людей, были похожи как на людей, которые строят свой дом на песке. И когда приходит определенное давление, шторм, наводнение, вода давит, и дом тот разрушается. Вот что на самом деле представляло из себя наша жизнь. Ворвался шторм, шторм, которому мы не были готовы, и такое ощущение, как будто просто все было уничтожено. Это то, что мы испытывали внутри себя. И я сейчас попытаюсь описать состояние человека, и возможно, вы узнаете себя, состояние человека, которому врачи говорят, у вас рак. То есть до этого момента жизнь, как бы, ну, относительно тихая, относительно беззаботная, относительно, ну, как у большинства людей. И вдруг, среди всех остальных людей, которые продолжают жить, ну, более-менее стабильной, хорошей жизнью, почему-то именно вы. И это первый вопрос, который задают люди, которым говорят о том, что они больны раком. Почему именно я? Что такого я сделал? Почему это именно со мной? И когда новости начинают приходить одна за другой, плохие новости, я хочу вам сказать, что плохие новости, они не приходят случайно. Плохие новости приходят заранее спланированными. То есть есть кто-то, кто заинтересован раз за разом, чтобы одна плохая новость, вторая плохая новость, третья плохая новость, чтобы это просто рушилось на вас, чтобы это сокрушало вас. Все эти плохие новости, они приходят специально оглушить, ослепить, принести в вашу жизнь что-то, от чего вы не сможете оправиться. И когда я говорю такие слова, я сразу хочу оговориться. Из этого есть выход. Из этого разбитого, раздавленного, подавленного, наполненного страхом, депрессией, плохими диагнозами, болевыми ощущениями есть выход. Иисус всегда имеет выход для всех, кто обращается к Нему. Около трех лет назад, в июле 16-го года, мне впервые диагностировали рак. Затем последовала первая операция, затем повторное обследование. И повторное обследование показало о том, что необходимо дополнительное МРТ. Мы сделали дополнительное МРТ. Оказалось, что есть метастаз, метастаза лимфоузла, который лежит прямо рядом с аортой, то есть на входе в сердце. И уже тогда, после первой операции, я испытывал состояние, которое нормальным назвать очень сложно. Я потерял сон, страх 24 часа в сутки, он просто разъедал меня изнутри. Я перестал адекватно воспринимать окружающий мир. Наша семья, она была словно наполнена духом смерти. Перестали смеяться в нашей семье, перестали говорить на нормальные темы. Из-за перенесенного стресса оперировать пришлось мою жену, затем заболевает мой сын, наша дочь. И вот такое ощущение, как будто с нами было покончено. И я хочу сразу сказать, что это дух страха, он всегда работает именно так. Я бы назвал действие работы духа страха в личности человека очень схожим на действие электрического тока. Вам когда-нибудь приходилось, случайно ли, я не знаю, хвататься рукой за оголенный провод, который находится под напряжением? То есть, с рукой что-то происходит. Если вы схватились за подобный провод, то ваши мышцы из-за тока, который начинает течь по вашему телу, ваши мышцы сокращаются. Ваши мышцы, мышцы руки, они словно прирастают к этому проводу. И нужна посторонняя помощь для того, чтобы разжать вашу руку и отпустить этот провод. Если вы, если вам не окажут помощь, то, скорее всего, этот ток, он убьет вас. Действие электрического тока таково, что все работает на сокращение. Вы крепче сжимаете провод, ток продолжает течь по вашему телу, и в конце концов, он просто убивает вас. Действие страха именно такое же. Человек смотрит на что-то плохое, будь то плохой диагноз. Он начинает искать вещи в интернете об онкологии, о лечении. Он начинает болезненно воспринимать любую информацию о том, что кто-то болел или заболел раком. То есть, все, что связано с онкологией, все, что связано с раком или с этой болезнью. Человек словно загипнотизированный. Он просто смотрит, рассматривает, изучает, слушает. И это очень опасно. Опасно уделять внимание тому, что на самом деле пришло в вашу жизнь, для того, чтобы вас убить. Чем больше вы смотрите на это, чем больше вы слушаете это, чем больше вы думаете, такое ощущение, как будто все ваше внимание, оно просто сфокусировано. Вы внутри загипнотизированы. Вы смотрите на этот рак, вы исследуете этот рак, вы думаете об этом раке, вы ищете избавление от рака, и чем больше вы это делаете, тем хуже состояние вашей души, тем хуже состояние вашего разума. Вслед за этим, тем хуже состояние вашего физического тела. необходимо оторвать свой взгляд от всего, что говорит о раке. Как бы это, может быть, безумным не слышалось бы, не казалось бы, но секрет именно в том, чтобы начать переводить свой взгляд с этих плохих новостей. Плохие новости в вашу жизнь пришли не случайно. Они пришли вас оглушить. Плохие новости пришли в вашу жизнь для того, чтобы поймать ваше внимание. Плохие новости пришли в вашу жизнь для того, чтобы заставить вас думать о них. Почему? Потому что все они связаны со страхом, а страх неизбежно приводит людей к смерти. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы сейчас обратили свое внимание на Божье Слово. Открыли бы со мной послание к евреям, открыли бы со мной вторую главу и прочитали бы 14 и 15 стихи. Итак, я читаю вслух. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус, также воспринял оные, дабы смертью лишить, дабы смертью, своей собственной смертью, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти». Повторюсь, от страха смерти. Смерть действует через страх. От страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Почему люди, которым диагностируют рак, боятся? Потому что они боятся умереть. Почему они боятся умереть? Потому что в их жизни, вероятно, много примеров того, когда люди, которые болели раком, чем они закончили. То есть пример негативный, пример отрицательный. Людям поставили диагноз, людей начали лечить, и спустя какое-то время они умерли. Все закончилось смертью. Именно этого боятся люди, когда им диагностируют рак. Они боятся смерти, потому что пример отрицательный, плохой. Они видели этих людей изможденных, они видели этих людей с потухшим взглядом, они запомнили их цвет кожи, эти впалые глаза. Это кожа, которая обтягивала их скелет. Во что они превратились после третьей, четвертой, пятой, шестой химии. Они запомнили то, чем все закончилось. Закончилось все могилой. Закончилось все смертью. Они видели глаза этих людей, потухшие, безрадостные, никакой жизни, отчаяния. Вы знаете, я вспоминаю Караганду, июль 2016 года, онкодиспансер. И после первой операции, спустя какое-то время, мне нужно было спуститься, это было дело вечером, я спускаюсь на первый этаж, там, где диагностика, и вдруг почему-то в тот вечер этот коридор, он был наполнен людьми. Было много людей, которые сидели, стояли, но запомнилась та зловещая тишина, которая была в том коридоре в тот вечер. Никто ни с кем не разговаривал. Я шел мимо этих людей, пробирался к выходу и пытался заглянуть в глаза этих людей. Вы знаете, взгляд этих людей, он был одинаков. Они словно были загипнотизированы внутри. Они были устремлены в себя. И хотя они смотрели, на такое ощущение, как будто бы они тебя не видели. Они были увлечены своими мыслями. И это были безрадостные мысли. То есть, эти люди, они проходили обследование. И когда я шел по этому коридору, я вспоминаю фразу, которая прозвучала внутри моего сердца. «Спасай взятых на смерть! Неужели отречешься от обреченных на убиение?» Я шел по этому коридору и задавал вопрос самому себе, «Неужели и у меня такой взгляд? Неужели я похож на них?» И взгляд человека, которому диагностировали рак, это взгляд обреченного человека. И я сегодня хочу сказать, прямо сейчас, если вам диагностировали рак, я хочу вам сказать, есть надежда, есть выход. Сегодня, спустя 3 года, после тех страшных событий в моей жизни, после тех операций в моей жизни, после того длительного периода, в 6, от 6 до 8 месяцев тотальной бессонницы, после мыслей о самоубийстве, жестокой депрессии, я сегодня живой. Моя семья сегодня благословена. Если сравнить того человека, тогда, в июле 2016 года, и сегодня, здесь январь, у нас в октаву, январь 2019 года, если сравнить того Тошенова Максима, в июле 2016 года, и того Максима, которого я из себя сейчас представляю, это совершенно два разных человека. Там, в 2016 году, я полностью разбит, я подавлен, я наполнен страхом, я не могу спать, я не могу смеяться, я не могу радоваться, я не могу думать ни о чем, кроме смерти. О том, что жена остается вдовой, о том, что дети остаются сиротами, о том, что я ничего не успел сделать в своей жизни. И все эти образы людей, которые сражались с раком, и у них ничего не получилось. И тот Максим, которого я из себя представляю сегодня, наполненный радостью, наполненный верой, ожиданием больших-больших чудес в моей жизни, в служении, наша благословенная семья. Вы знаете, такое ощущение, как будто это два разных человека. Вы знаете, между Максимом Тошеновым 2016 года и Максимом Тошеновым 2019 года есть определенный путь. И именно об этом пути я хочу учить в этих программах. Огромное количество людей, они ожидают от Бога чуда, они ожидают от Бога мгновенного избавления. Они очень часто не понимают, что состояние, в которое они пришли, в это страшное состояние подавленности, разбитости, состояние страха, состояние, когда внутри вас метастазы, когда внутри вас сложные химические процессы, врачи говорят все плохо, вы не пришли туда случайно, вас к этому привели. То есть ничего не возникает случайным само по себе. У всего есть причина, у всего есть основание. И если вы пришли в это состояние, я хочу вам сказать, что из этого состояния есть выход. Иисус сказал, я есть путь. Я есть путь. То есть есть точка А, есть точка Б. В точке А вы разбиты. В точке А вам диагностировали что-то. В точке А у вас нет выхода. В точке А вы боитесь смерти. В точке А все сошлось в могилу. Но вы знаете, есть точка Б. Точка Б – это где вы живы, наполнены радостью. Точка Б – это где рак в прошлом. Точка Б – это где вы наполнены жизнью, наполнены Божьим миром, в этом ваше тело крепкое и здоровое. От точки А до точки П есть путь. Иисус сказал, я есть путь. И благодаря Божьему Слову мы с вами пройдем, на моем, может быть, примере где-то, я буду говорить об этих состояниях и о том, что мы предпринимали для того, чтобы покинуть эту страшную точку А и прийти в эту благословенную точку Б, где Бог совершает удивительные вещи в вашей жизни. И там, где дьявол захотел сказать, что это конец, Бог говорит, это самое хорошее время для начала. Начало чего-то настоящего. Настоящей веры. Настоящих отношений с Богом. Настоящего Божьего Слова. Настоящей радости. Неподдельный. Настоящих чудес. Бог приготовил это для вас. Итак, подводя итог первой нашей программы «От могилы до триумфа», мы можем сказать следующее. Большинство людей, они не готовы. Они не готовы к тому, что происходит в их жизни. Верующих людей. Свою жизнь с Богом они ведут чисто формальным, внешне благочестивым образом. Они не знают, что такое настоящая вера. И когда что-то плохое врывается в их жизнь, они чувствуют себя как боксер, который абсолютно не подготовлен к поединку. Я был таким человеком. Плохие новости сыпались одна за другой. Одна операция, вторая операция, третья операция. И внутри вас просто одна сплошная дезориентация. Внутри вас ничего твердого. Внутри вас нет покоя. Внутри вас нет мира. Вы боитесь. Вы боитесь смерти. Вы боитесь, что все закончится так, как это произошло огромное количество ваших знакомых людей. Им диагностировали рак, они лечились, и они умерли. Все закончилось могилой. И дьявол пытается сказать, дьявол пытается кричать, он пытается говорить вам, что вы именно тот же самый человек, у которого все закончится точно так же. Никаких шансов, никакого будущего, никакой надежды. А цель этих программ, цель моего служения, показать, что нет, нет дьявола, ничего подобного. Люди, которые слушают нас сегодня, они будут научены. Они будут научены Божьему Слову. Они будут научены мудрости. Поскольку Писание говорит о том, что путь жизни мудрого, путь вверх, чтобы избавить его от преисподней внизу. Именно так мы назвали нашу программу «От могилы до триумфа» есть выход. Шаг за шагом есть выход. Главное, чтобы это были правильные шаги. Чтобы это были шаги, основанные на записанном Божьем Слове. Мы с вами увидели в этой программе, что страх, страшные новости, плохие новости приходят не случайно. Они приходят оглушить нас. Они приходят ослепить нас. Они приходят внести в наше сердце страх. Для чего? Чтобы вы не знали, как выйти из этого. Чтобы дезориентировать вас и погубить вас. Чтобы страх, чтобы, схватившись за этот страх, вы прошли бы до конца, до могилы. Вот чего добивается дьявол. Но наши программы предназначены для того, чтобы научить вас разжать эти оголенные провода. Отпустить эти оголенные провода страха. И переподключиться к Богу. Переподключиться к Божьему Слову. Потому что Божье Слово – это истина. Божье Слово – это жизнь. И если вы нашли Божье Слово, это принесет жизнь. Это даст будущность. Это даст новый шанс. У Бога есть новый шанс для каждого из вас. Поэтому пусть, дорогой наш Господь Иисус Христос, благословит вас. Пусть ваше изучение Божьего Слова станет постоянным. Основательным. Как бы еще сказать, да? Постоянным, основательным, пребывающим. То есть это не просто до какого-то периода мы будем читать, мы будем молиться, а потом опять будем жить прежней жизнью. Ничего подобного. Однажды, увидев что-то в Божьем Слове, я сказал, теперь это навсегда, до конца. И это спасло нас. Это спасло нашу семью. И я уверен, что спасет и вас. Дорогой Господь, благослови их. Благослови их, Господь Бог. Пусть сегодня Твой мир, Твоя будущность и Твоя надежда входят в их сердца, обновляет их мышление, исцеляет их тела. Сегодня это тот день, когда, наконец, начинает звучать радостная весть. Хорошая новость. Это день, когда все плохие новости закончились в жизни этих людей. Начинается период хороших новостей во имя Иисуса Христа. Не пропустите нашу следующую программу. Их будет очень много. И они будут благословением для вас. Возьмите эти программы. Если вы смотрите нас через YouTube, пожалуйста, поделитесь ссылками со своими друзьями. Возможно, есть люди, которые...